Добрый день, уважаемые подписчики, а также будущие подписчики. Сегодня бы, конечно же, хотелось поговорить о, что нужно для того, чтобы собрать букет. Ну, мы занимаемся сборкой живых и съедобных букетов. Что такое живые букеты? Это букеты те, которые просто-напросто живые цветы. Для того, чтобы собрать букет, нам, конечно же, как вы думаете, необходимы самые простые бамбуковые палочки. Они бывают разной длины, бывают и 35 и 40, еще их называют шпажки, шампурики, ну кто как. Мы их называем просто-напросто бамбуковые палочки. Это обычный китайский, 20 сантиметров. Самый ходовой материал. Начиналось все с того, что брали одну пачку. Сейчас же, конечно, покупаем с ящиками. Потому что, если вы хотите для себя эту работу сделать, то вам одной пачки будет мало. И это будет невыгодно. Потому что надо покупать огромное количество. Будет выходным. По палочкам, я думаю, понятно, что мы просто берем, насаживаем фрукты и собираем, компонуем букет. Дальше. Самое необходимое в том, чтобы собрать букет с помощью этих палочек, это, конечно, нужен нам скотч. Скотч самый обычный, самый простой. Уходит его тоже много. Можно такой толстый. Кому как удобно крутить. Можно такой тоненький. Все зависит от того, каким вам больше нравится работать. Ну, раньше крутили таким. Теперь крутим тон. Ну, не знаю, как кому удобно. Скотч тоже надо мной. Столько же, сколько и палочек. Почему? Потому что уходит очень много его. Поэтому, если вы собираетесь сделать инбукет, то вам хватит. Вот так вот этого всего хватит. И все. Если вы собираетесь сделать много букетов, то вам двух упаковок не хватит. И одного рулона тоже не хватит. Вот. Ну, конечно, мы продолжим дальше по поводу того, что нам надо. И нам необходимы вот такие зубочистки. Самые простые зубочистки. Иногда они выручают. В том плане, чтобы просто не ломать бамбуковые палочки. А, забыл же сказать. В чем же сам прикол бамбуковых палочек? То, что они гнутся. Они очень хорошо гнутся. То есть, они не ломаются. Они гнутся. Да, если, конечно, взять сильно согнуть, то она сломается. Но, а не гнутся. То есть, когда вы собираете букет, вы можете, вот если взять вот тут вот, то видите, получается вот так вот. И получается какая-то форма букетов. В чем плюсы бамбуковых палочек? Некоторые делают там на палках обычных. Ну, это дело каждого. Мы делаем на бамбуковых палочках. Потому что удобно. Они гибкие, легкие и все остальное. Иногда еще нужны будут вот такие коротенькие бамбуковые палочки. Это то же самое, только они короче. Я же говорю, что их бывает очень много. Разных, в разной длине. Ну, так же и диаметром. Эти вроде как толще, эти вроде тоньше. Если сравнить, вы сами увидите, что это толще, это тоньше. Бывает наоборот. Но это все дело ваше. И все зависит от того, на какие вы финансы рассчитываете. Дальше, что необходимо нам для сборки букета, это вот такой вот... Из головы вылетело, как называется. Кто-то уже знал. Это у нас пропитка. Пропитка для чего нам нужна? Обычно она большие квадраты. Режется как надо. Как вам удобно. Она мягкая, пористая. Воду себе впитывает. Это для того, чтобы вставлять живые цветы. Если вы компонуете большую какую-то... Большую корзину, то вам, конечно, надо много такой пропитки. Для того, чтобы там стояли живые цветы. Вот. Ну, я просто достал кусочки. Не буду доставать кирпичи все. Это тоже необходимо для того, чтобы хотя бы делать... Какие-то композиции. Ну, вообще, во флористике это первым делом, что нужно иметь. Дальше продолжим. Есть вот такое вот. Это называется капсулы. И это для того, чтобы уже как бы готовый цветок. Мы сюда набираем водички, цветок вставляем. И все. И у нас есть готовый цветочек. Это тоже необходимо. Разницы нет. Что это, что это. Ну, это удобнее. С этим надо еще играться. Дальше. Что нам необходимо для того, чтобы собирать букеты. Это, конечно же, клей-пистолет. Я извиняюсь за такой, конечно, и уроки. Но это рабочий пистолет. И мы работаем. И мы... Именно клеим наши букеты. Что по поводу пистолетов. Я советую, конечно, если вы собираетесь заниматься как бы не хобби, а как бы работой. А может быть и хобби. То советую покупать хороший, нормальный пистолет. Потому что у нас уже два штуки были, и они уже сломались. Что по поводу силикона. Силикона нужно будет тоже очень много. Его, ну, ни одной палочки не будет хватать. Если это для одного букета. Не для одного букета. Вот. Пистолетом, я думаю, понятно. Дальше. Нужны нам будут вот такие вот веревочки. Ну, это шпагатик самый обычный. Это тоже. То есть, ну, для того, чтобы связывать букеты. Красивую композицию. Поэтому необходимо вот такое вот тоже. Дальше. Необходим нам степлер. Без него тоже никуда. Ножницы. Чем острее, тем лучше. Потому что иногда бывают такие моменты, когда тебе надо бумагу резать, то ты не делаешь вот так вот. Потому что это занимает очень много времени. А когда ты собираешь букетов очень много, то ситуация стоит очень и очень. Или ты будешь 15 минут отрезать лист бумаги, или ты за секунду его отрезал. Просто-напросто. Поэтому нужно очень хорошие ножницы. У нас просто какие-то кухонные бирхов используются. Они остренькие, хорошие, нормальные ножницы. Дальше нам необходимо для того, чтобы собирать букеты, еще много ленточек. Это как декор идет дополнительный. Обвязать букет. Все зависит от вас. Какой вам цвет нравится. Иногда заказчики говорят, что им нравится какой-то там определенный цвет. Мы выбираем и ставим. С этим понятно. Далее. Еще нам необходима, конечно же, бумага. Бумага может быть разная. Я достал тех, которые есть. Они есть, значит, смотрите. Есть бумага обычная. А есть, как бы, с одной стороны цвет, а есть с другой стороны цвет. Вот. Вы можете, в принципе, использовать и эту сторону, и эту сторону. Тогда заворачивайте свой букет. Это я достал просто примеры. Ее чем больше, тем лучше. Все зависит от того, как вы хотите этим заниматься. И что вы хотите в конечном результате. И что хочет ваш заказчик в конечном результате. Далее. Конечно же, необходимо нам вот такую вот самую обычную пленочку. Пленочка это для упаковки букетов. Потому что, сами понимаете, фрукты, овощи. Но еда, как бы, она немножко необходима ее прятать от пыли. Потому что некоторые заказчики говорят, овощи, а вы ее не оборачиваете, это еда, пылью припадает. Нет. Ребят, мы пытаемся, конечно, делать это все на высоком уровне. Для того, чтобы не было потом никаких претензий. Потому что, сами понимаете, работаем с пищей. Вот. И, конечно, нужен еще вот такая пленка. Я рассказывать не буду, конечно. Для чего она нужна. Я думаю, вы сами догадаетесь. Для каких целей нужна эта пленка. Если кто знает, пусть пишут комментарии. Если нет, то я, может быть, и отвечу вам, для чего она нужна. Вот. Ну, ее тоже надо много. Это, как бы, необходимый атрибут. Ну, также надо, что еще? Рулетка. Самая обычная. Я для того, чтобы хотя бы этом хоть как-то отмерить, вымерять диаметр букета. Ну, это просто моя рабочая строительная рулетка. Другой у меня нету проще. Поэтому, ну, иногда меряем вот этой рулеткой. Как бы, можно и линейка, но все равно мерить надо. И, конечно же, ребят, что самое необходимо, это визитки. Визитки нужны, если вы хотите заниматься этим делом и хотите зарабатывать. Или это у вас хобби, или вы хотите кому-то сделать приятно, чтобы хотя бы человеку дать визиточку свою. И человек потом уже, как в последующий раз, знал, к кому что обращаться. Вот. Визиточка, конечно же, цепляется с помощью степлера. Поцепили ее к нашей бумаге. И все, и все отлично, все замечательно. Или привязали к ленточке. То есть, ребят, что я хочу сказать. Если вы думаете, что этого набора достаточно для того, чтобы заниматься, я хочу сказать так. Но этого набора еще пока недостаточно. Для того, чтобы собирать букет, надо желание, надо время, надо усидчивость, надо фантазию. И тогда у вас все получится. Если вы это купите, то это не означает, что у вас что-то будет получаться. Первым делом надо желание. Поэтому, если кто-то хочет, кто-то пытается заниматься, ребят, не расстраивайтесь. У всех есть и будут проблемы с этим. И не нужно опускать руки. Если вы хотите, у вас первый букет не получился, второй не получился. Поверьте, третий получится. При этом, друзья, если кому-то интересно, вы можете написать, мы можем вам подсказать в начинаниях ваших, что где и как, что нужно сделать, что, может быть, вы не делаете не так. Мы тоже шли к этому моменту не быстро. Первый букет собирался около шести часов. Много чего не получалось. Было, конечно, не очень уж красиво. Но самое главное фантазия и желание. Если у вас будет желание, я думаю, у вас все получится. Поэтому, друзья, пишите, комментируйте. Мы попробуем ответить на ваши вопросы. И подписывайтесь, конечно. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Надеюсь, вы, конечно же, отпишетесь в том, что может быть или для чего нужна эта пленка. Все. Всем спасибо. До скорых встреч. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok